Деньги впустую, в Атрау не могут начать дорожные ремонтные работы. Виной тому подрядчики, заявляют чиновники. Новеллы в законе. Депутаты парламента намерены изменить законопроект о недрах. Все новые крупные месторождения по нефти и газу будут осваиваться с обязательной долей участия нацкомпаний не менее 50%. Министров отставку. В СМИ и соцсетях обнародовано открытое письмо учителей с требованием отставки министра просвещения Ганиби Симбаева. В чем обвиняют чиновника? Казахстан заинтересован в привлечении не менее 150 миллиардов долларов иностранных инвестиций до 2029 года, заявил Алихан Смаилов на казахстанском круглом столе по глобальным инвестициям. Премьер-министр провел беседу с ведущими экспертами, политиками и представителями компаний со всего мира, которые собрались в Астане. Были также рассмотрены такие вопросы, как использование инновационных технологий, обеспечение продовольственной безопасности и так далее. Подробности у Гульнары Умаровой. Это шестой глобальный инвестфорум в Астане, и, как отметил Смаилов, на долю республики приходится 70% инвестиций в Центральную Азию. В прошлом году общий объем прямых иностранных инвестиций вырос на 18% до 28 миллиардов долларов, и за шесть месяцев текущего года в национальную экономику привлекли еще порядка 14 миллиардов долларов. К слову, перед правительством поставлена масштабная задача по увеличению объема экономики к 29 году – до 450 миллиардов долларов. Сегодня на форуме принимают участие более тысячи человек и сотни компаний мира, чтобы наладить диалог с нашими госорганами и компаниями. Мы видим с их стороны большую заинтересованность в инвестировании в Казахстан. Например, за первые полугодия текущего года приток прямых иностранных инвестиций состоял порядка 14 миллиардов долларов. Только на полях сегодняшнего форума заключено более 20 контрактов на сумму 1,6 миллиардов долларов. Это коммерческие контракты. В целом мы видим большую заинтересованность со стороны инвесторов, и я думаю, что инвестиционная активность в нашей стране будет расти. Новые контракты были подписаны с ведущими компаниями мира, например, Pfizer. Локализация производства препаратов придаст импульс развитию фарм-отрасли, уверен премьер. Сейчас идет активная совместная работа по локализации производства вакцины Privinar-20 и ведется активная работа с Pfizer. По клиническим исследованиям много вопросов возникает по обучению наших врачей. К слову, за годы применения вакцины Privinar-13 – это предыдущее поколение в республике отмечено снижение заболеваемости, пневмонии у детей на 50%. Будет работа с нашими вузами и больницами крупными по обучению клиническим этим протоколам. Второй вопрос – это РОЖ-соглашение. РОЖ тоже глобальный игрок, лидер по онкологическим препаратам. Тоже четыре позиции оригинальных препаратов. Вообще хочу сказать, что оригинальные препараты – это высокотехнологичное производство. Мы начинаем пока с первичной сборки, но есть обязательство у этих компаний углублять ее. Сумма подписанных контрактов серьезная – 1,6 миллиарда долларов. И в присутствии Смаилова подписано 26 меморандумов и коммерческих документов в таких отраслях, как АПК, медицина, промышленность, машиностроение, образование, производство смесей, химической продукции и т.д. Прошло награждение лучших инвесторов по 10 номинациям в таких отраслях, как медицина, образование, энергетика и многие другие. В СМИ и соцсетях обнародовано открытое письмо учителей с требованием отставки министра просвещения Ганиби Симбаева. По мнению учителей, чиновник саботирует положительные изменения в сфере образования. В письме говорится, что после назначения министр якобы подал жалобу в Генпрокуратуру и МВД на активных учителей, которые выступали против коррупции в сфере образования. В соцсети просочилось открытое письмо учителей с требованием отставки министра просвещения Бессимбаева. Оно адресовано самому президенту Токаеву и председателю Мажелиса Кушанову. Авторы жалуются, что после своего назначения министр собрал вокруг себя своих людей. По словам педагогов, поменялись все – от вице-министра до главного специалиста. Министр показывает, что у него нет уровня, чтобы управлять даже маленькой школой. Если так будет продолжаться, то позитивные изменения, произошедшие за последние годы в сфере образования, будут уничтожены, говорится в обращении. Однако, комментируя открытое письмо, министр просвещения Ганни Бессимбаев дал понять, что добровольно не уйдет в отставку. Вопрос назначения и отставки любого министра – прерогатива президента страны. Это не в моей компетенции. Я не вижу там обоснованной критики, не вижу конкретных предложений. И потом у нас есть другие предложения от педагогов. В общем, это на совести каждого человека. Особенно авторы письма недовольны аттестацией педагогов. Ранее был случай, когда от стресса один из педагогов скончался. Тогда президент страны поручал упростить процедуру. Педагоги задавались вопросом, почему, к примеру, военные не сдают подобные тесты при получении звания. Но, по словам Ганни Бессимбаева, наоборот, вопрос аттестации упрощен. Успех учителя будет оцениваться через успех ученика. До этого аттестация основывалась в основном на сборе портфолио учителями. В письме также говорится, что министр оказывает давление на активных педагогов. Указывается, что учителя в ЗКО уволили и оштрафовали за то, что он подписал письмо в поддержку госязыка. В другом случае активный педагог, принимавший участие в реализации нацпроектов в сфере образования, добровольно покинул должность директора школы из-за различного давления на него, пишут авторы письма. Депутаты парламента добавили новеллы в законопроект о недрах. Все новые крупные месторождения по нефти и газу будут осваиваться с обязательной долей участия нацкомпании в 50 и более процентов. Но по данным международной консалтинговой компании «Лут Маккензи», от добычи на месторождении «Кашаган» правительство получает только 2%. Видимо, не случайно договоры засекретили до такой степени, что даже депутаты парламента не имеют к ним допуска. Партия Ахжол ранее требовала раскрыть контракты с иностранными инвесторами по крупнейшим нефтегазовым месторождениям Казахстана – Харашаганак, Тенгзи и Кашаган. Но Кабмин отказался раскрывать эти контракты, ссылаясь на возможное нежелание инвесторов. Во многих странах мира налоговая нагрузка доходит до 70%. В Казахстане обязательные отчисления не могут похвастать такими цифрами. Теперь депутаты меняют условия будущих соглашений о разделе продукции. В проектах крупных месторождений углеводородов, содержащих геологические запасы по нефти более 100 миллионов тонн, по газу более 50 миллиардов кубометров, безусловно, закрепить интересы государства в лице национальной компании. Месторождения будут осваиваться с обязательной долей участия национальной компании в 50 и более процентов. Но эти новеллы касаются только новых месторождений. Местный нефтяной рынок по большей части принадлежит и иностранцам. К таким печальным выводам можно прийти после анализа, проведенного Союзом нефтесервисной компании Казахстана. Казсервис выяснил, что доля Казмунайгаза в нефтедобыче всего лишь 26%. Остальные запасы сырья качают иностранные компании. Есть данные, что только за три года иностранная компания «Шеврон» заработала 41 миллиард долларов, а нам достались крохи. Но, как выяснилось, даже новые договоры, возможно, были заключены в угоду иностранным инвесторам, а не Казахстану. Об этом ранее говорил депутат Перуашев. В последнее время в СМИ, в частности, на сайте Ордеке, взяли опубликованные данные о грабительских условиях СРП, согласно которым Казахстан получает мизерную долю от добываемой нефти на крупнейшем месторождении Кашиган. Демпартия в ЖОЛ уже более года просит правительства подтвердить или опровернуть эту информацию, а в случае подтверждения настаивать на пересмотре невыгодных для Казахстана условий СРП. Мы также требуем впредь запретить использовать в контрактах на недопользование закрытых от общества статей и норм. Во-вторых, исходя из той же нормы Конституции, Демпартия в ЖОЛ предлагает установить законом требования доли Казахстана в контрактах по стратегическим сырьевым месторождениям в размере не менее 51%. Надо заметить, что некоторые компании забирают не только нефтедоллары, но и нефть. Так, три компании – ТШО, Харашанак Петролиум Оперейтинг и Норд Каспиан Оперейтинг – не поставляют нефть на внутренний рынок, когда другие производители обязаны поставлять не менее 30% добытого сырья на нужды страны практически по себестоимости в 2-3 раза ниже мировых цен. То есть львиную долю прибыли нефтяные гиганты забирают себе. Во времена правления Назарбаева эти невыгодные и даже коррупционные договоры были заключены на долгих 30-40 лет. По Уржанше Ахмед Ахмедяр Ильясов, Стовичное бюро ТДК-42. Арсел Армитл Тимыртау оштрафуют за неготовность ТЭЦ Тимыртау к отопительному сезону. Об этом сообщили в территориальном департаменте комитета атомного и энергетического надзора. В целом, компания давно вызывает недовольство населения и местных властей. Вызывает беспокойство о состоянии теплоцентрали и в других регионах Казахстана. Кто срывает работу ТЭЦ в городах и где появятся новые станции, расскажет Кульнар Умарова. Всего пару дней назад на приеме у президента глава Минэнерго рассказывала, как проходит отопительный сезон. По данным Саткалиева, для обеспечения энергообъектов подготовлено 5,5 миллионов тонн угля и 100 тысяч тонн мазута. Сообщил он о дальнейшей газификации республики. Тогда Токаев поручил держать на особом контроле вопросы прохождения отопительного сезона. К слову, по плану, в начале ноября, еще во время встречи главы государства с российским президентом, был подписан меморандум о сотрудничестве по возведению трех ТЭЦ в республике. А именно ТЭЦ Кукшетал, ТЭЦ Семей и ТЭЦ Ускаменногорск. Согласно меморандуму, планируется создание рабочей группы, в рамках которой будут вестись разработка и утверждение дорожной карты проработки данных проектов. В случае определения рабочей группы взаимовыгодных условий реализации проектов, будет выход на подписание соответствующего межправительственного соглашения. Необходимо отметить, что строительство ТЭЦ будет построено по самым современным технологиям и соответствует экологическим требованиям. А это кадры из Алматы. Накануне в мегаполисе запустили процесс перевода ТЭЦ на газ. Запущена новая автоматизированная газораспределительная станция, и по поручению президента, идет постепенная газификация промышленных объектов и частного сектора. Завершить обещает до 2030 года, а за отопительный сезон ТЭЦ-2 ежегодно сжигает порядка полутора миллиона тонн угля с выработкой около 660 тысяч тонн золы. Перевод ТЭЦ-2 на природный газ к 2026 году позволит снизить общий объем выбросов загрязняющих веществ с текущих 37 тысяч тонн до 3 тысяч тонн. Но не везде такая положительная картина. Есть еще регионы, где отопительный сезон был под угрозой срыва. Например, Арселор Миттл Тимиртау оштрафует за неготовность ТЭЦ к отопительному сезону. Еще 1 октября должны были завершить ремонт на ТЭЦ, но его затянули до невозможности. Ситуацию по ТЭЦ прокомментировал Акимобласти, и при этом он отметил, что все энергоисточники работают в штатном режиме. В областном центре завершены работы по текущему ремонту и модернизации тепловых сетей протяженности порядка 21 километра, что позволит в отопительный сезон улучшить качество теплоснабжения порядка 70 жилых домов и 13 объектов социальной сферы. В Тимиртау отремонтировали порядка 28 километров тепловых сетей. Это позволит повысить надежность прохождения отопительного сезона, а также улучшить качество теплоснабжения порядка 500 жилых домов и 50 социальных объектов. Кстати, в рамках реализации программы «Тариф в обмен на инвестиции» грядут изменения. Теперь владельцев ТЭЦ, которые нарушают сроки модернизации, ждут штрафы и ответственность. Например, планируется внедрение обязательств от участников рынка по обеспечению прозрачности целевого использования полученных в рамках программы денег. Ведется работа и по усилению энергетического надзора, и на сегодняшний день увеличен штат региональных департаментов на 70 инспекторов. На сегодня в Казахстане функционирует 37 ТЭЦ, 59% частной собственности, 41% принадлежит государству. При этом большинство изношенной требует модернизации, а чтобы провести, необходимо совершенствовать энергетическую политику. Развивать возобновляемые источники энергии уверены эксперты. Ульнару Марова, Ахмедиар Ильясов, ТДК-42. В Ахтюбе разразился скандал в Центре социального обслуживания номер 2, где живут люди с инвалидностью. При непонятных пока обстоятельствах 58-летний подопечный получил серьезную травму и теперь может лишиться глаза. По словам родственников, недееспособного мужчину жестоко избили. Почему в самом Центре эту версию категорически отрицают и что говорят медики, узнавала Лейла Уэсова. Тревогу забил племянник пострадавшего. Во время последнего визита Касымжан Бурханов увидел своего дядю-инвалида с обезображенным лицом. У родственника тяжелое заболевание. Вот уже 14 лет он живет в Центре социального обслуживания. Мы испугались. У него гематома на пол лица, сильный отек, не открывался левый глаз. Кто мог ударить? Больной или санитар? Я точно не знаю. Но избили это явно. Я так думаю. Мы приехали поздно. До этого, наверное, вообще хуже было состояние. Врачи говорят, что у него там осложнения пошли. Надо было пораньше обращаться. Сейчас, говорят, будем удалять. Глаз не видит. В Центре говорят, травму инвалид получил за четыре дня до прихода родственников. Но почему никто не сообщил родным, не объясняют. Уверяют лишь, что никто из персонала пациентов и пальцем не трогал. Руководитель учреждения об инциденте тоже узнала не сразу. Но уверена, что подчиненные тут ни при чем. По ее словам, пациент случайно подскользнулся и упал. Пациент упал в туалете. Его там увидела медсестра, дежурная. А после осмотрел хирург и назначил капли. Но мне об этом никто не сообщил. Когда уже его племянник пришел и рассказал обо всем, я лично положила больного в клинику. Центр социального обслуживания рассчитан для инвалидов с тяжелыми психоневрологическими заболеваниями. Сейчас здесь находится больше 300 человек. Они живут тут годами. За порядком, помимо персонала, следят камеры видеонаблюдения. Но в туалете их нет. Поэтому проверить достоверность слов администрации невозможно. Как и опровергнуть их. Племянник пострадавшего готовит заявление в прокуратуру и требует, чтобы надзорный орган проверил работу центра. Лайла Ойсова, Жумар Кудайбергенов, телеканал ТДК 42, Октубий. Досудебные расследования в отношении руководства акционерного общества «Узен Мунайгаз» окончены департаментом агентства по финансовому мониторингу Магисталской области. В ходе следствия действия заместителя генерального директора акционерного общества «Узен Мунайгаз» Мамбет Сапаева квалифицированы как превышение служебных полномочий путем устройства на фиктивную работу своих знакомых, практически не работающих и необоснованно получающих заработную плату. Другому экс-заместителю генерального директора акционерного общества «Узен Мунайгаз» Карамужзаеву предъявлены обвинения в лоббировании интересов отдельных компаний путем проведения незаконного тендера по подземному ремонту скважин. Карамужзаев при этом ущемлял интересы других участников закупок, причинив ущерб в особо крупном размере на сумму 623 млн тенге. Кроме того, предъявлены обвинения директору нефтегазодобывающего управления АО «Узен Мунайгаз» и поставщику, который в сговоре присвоили и растратили вверенное имущество на сумму 294 млн тенге. Все уголовные дела направлены в суд. В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация о распространении не подлежит. Незаконные пытки стали основной темой обсуждения на совместном заседании правоохранительных органов в Уральске. По информации заместителя прокурора Западной Казанской области Нурлана Ерманова, во всех учреждениях уголовно-исполнительной системы региона установлено более полутора тысяч камер видеонаблюдения. Кроме того, надзорным органам принимаются меры по трудоустройству осужденных. Дана Керимбаева продолжит. По поручению Генеральной прокуратуры областные обвинители провели межведомственное совещание, направленное на здравление обстановки в учреждениях уголовно-исполнительной системы на 2023-2025 годы. Целью данного мероприятия является искоренение пыток. Во всех учреждениях уголовно-исполнительной системы установлено более полутора тысяч камер видеонаблюдения. Прокуроры уверяют, что пыток в колониях нет. Целью данного мероприятия является искоренение пыток в учреждениях УИС. За истекший период текущего года прокуратура области совместно с ДУИС по ЗКО были приняты ряд мер, направленных на недопущение пыток в учреждениях. С участием руководства прокуратуры области еженедельно проводятся встречи и беседы с осужденными. Созданы условия для подачи электронных жалоб посредственно терминалов, установленных в допустимых местах. Тем самым упрощена процедура приема обращений. Воинская часть 55-17 выполняет одну из основных задач по охране режимных учреждений номер 27 и 28. Ежедневно на их контроль выходят 36 военных. По плану реализации совместных планов мероприятий по противодействию пыткам в учреждениях уголовно-исполнительной системы воинской части также разработаны ряд мероприятий и проводятся. Это первое. На постоянном основе утром дневной смена, также и ночной смена по выходу наших военнослужащих, нашими моими заместителями, органам воспитательной, социально-правовой работы, психологами проводятся ряд мероприятий, подводят итоги заистекшие боевой службы, постановка задач. К слову, органами прокуратуры совместно с ДУИС по Западной Казахстанской области принимаются меры по трудоустройству осужденных в учреждениях. На сегодняшний день на территории учреждения работает 4 ИП и одно ТО, в которых трудятся 97 осужденных. Иностранные граждане пытались пересечь государственную границу. 17 ноября текущего года в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий сотрудниками миграционной полиции отдела полиции Бурлинского района совместно с сотрудниками ДКНБ по Западной Казахстанской области. При попытке незаконного пересечения государственной границы из Республики Казахстан в Российскую Федерацию были задержаны четверо граждан Республики Афганистан. Со слов задержанных, они направлялись в страны Евросоюза с целью поиска лучших условий жизни. В отношении иностранных граждан составлены административные протоколы по части 2 статьи 514 Кодекса об административном правонарушении Республики Казахстан. Проводятся проверочные мероприятия. Более миллиарда тенге выделено на ремонт дорог в Атраусской области. Но жители региона возмущены тем, что ремонтные работы еще не начаты. Проблему бездорожья они обсудили на встрече с Акимом Мохаммедского района Кайрата Нурлубаева с местным населением. Амина Махсотова расскажет подробнее. Для завершения строительства внутрипоселковых дорог в Атраусской области в текущем году из областного бюджета было выделено 1 миллиард 736 тысяч тенге. Несмотря на полное выделение средств, подрядная организация не проявляет активности. Подрядчики игнорируют указания руководства района, но Акимат не расторгает договор с подрядчиком. Мы планировали завершить ремонт дорог в этом году, но на данный момент выполнят только половина работы. Возможно, был бы расторгнут договор с дорожным учреждением, но это влекло бы за собой возможное судебное разбирательство, что привлекло бы при остановке работ. Пока не истек срок договора с подрядчиком, мы не можем предпринять какие-либо действия. Ожидаются ремонтные работы в самом селе. Выделены средства на установку новых столбов линий электропередач и светодиодных ламп на девяти улицах. В основном в микрорайоне села проведут водопровод и электричество. Также ведётся строительство открытых спортивных площадок. В пяти сёвах проводится работа по строительству открытых спортивных площадок. Одним из таких сёв является Жавансай. Строительство работы планируется завершить к концу года. Сейчас проводится укладка домного покрытия, а также осуществляется оснащение спортивными принадлежностями. Также на собрании со стороны жителей села были подняты вопросы, касающиеся медицинской помощи, жилья и образования. Амина Махсотова, Айбек Куандыков, Александр Грабарев, телеканал ТДК-42, АТРАУ. Сотрудники коммунального учреждения приступили к подготовке к зимнему сезону. По словам специалистов, спецтехника, предназначенная для снегоуборочных работ, соответствует требованиям. Имеется большой запас инертных материалов. По этому поводу с участием главы города Миржана-Сатканова была обсуждена подготовительная работа. В данный момент сотрудники ЖАЭК Тазакала активно проводят откачку воды, накопившейся в результате дождей. С 1 ноября учреждение начало подготовку к зимнему периоду. Порядка 200 единиц техники одновременно приступят к очистке областного центра от снега. По словам директора ЖАЭК Тазакала Рината Нурогалиева, за последние 4 года было приобретено 97 новых единиц техники. Для обеспечения безопасности людей на дорогах также имеется запас инертного материала. Предприятие имеет 750 работников. Мы сейчас ежегодно в городе растут, мы хотим до 1000 человек на работу взять. Сейчас 750, еще мы каждую неделю подаем объявление. Но сейчас люди приходят, основном у нас работают предпенсионные возрасты, людям под 50, под 60 лет. Молодежь на эту работу не хочет. Сейчас у нас имеется инертный материал, 15 тысяч тонн инертный материал имеется на базе 4 места определения для вывозки, 4 полигона. Встретившись с коммунальными учреждениями, при обсуждении подготовки к зиме, Аким Уральска Мержан Сатканов озвучил недовольство жителей города по поводу ежегодной уборки снега. Аким поручил руководству ЖАЭК Тазакала следить за своевременной очисткой улиц от снега. По словам Рината Нурогалиева, в случае необходимости мы можем привлечь спецтехнику на контрактной основе для дополнительной уборки. Когда пойдет снег, рабочие будут задействованы в ночную смену. Конечно, быть может, в прошлом году не так много снега было, но мы знаем, что в 17-е годы, в 19-е годы очень много было снега. Поэтому мы сегодня рассматриваем вопрос, чтобы во всех местах в городе в одном моменте могли работать. Конечно, у нас есть основные маршруты, в рамках него все будут ездить. Ринат Нурогалиев отметил, что большинство сотрудников находятся в предпенсионном возрасте. Молодежь, к сожалению, не проявляет интереса к работе в этой сфере. На данный момент у нас работает 750 человек. И в следующем году мы планируем увеличить этот показатель до 1 тысячи человек, а также увеличить размер заработной платы до 200 тысяч тенге, отмечает руководитель ЖАЭК Тазакала. Амина Махсотова, Нурлан Кунашев, Аймурад Джакопар, телеканал ТДК-42. Председатель западно-казахстанского областного филиала Демократической партии Ахжол Серегмир Галиев встретился с воспитанниками областной деревни семейного типа. В этом году детскому учреждению исполнилось 20 лет. В честь знаменательной даты известный предприниматель и мельсенат подарил новую мебель для удобства проживающих здесь воспитанников. Председатель западно-казахстанского областного филиала Демпартии Казахстана Ахжол Серегмир Галиев приехал не с пустыми руками, а с подарками, а точнее с газелью, полной новой и удобной мебелью и кеи для детей. Воспитатели и воспитанники детской деревни выразили свою благодарность за оказанное внимание. Скоро нашей детской деревне исполнится 20 лет. Подготовка к юбилею идет полным ходом. Новая мебель для детей будет очень кстати. А от имени всей детской деревни выражаю огромную благодарность партии Ахжол. Спасибо за проявленное внимание. Предприниматель Серег Миргалиев рассказывает, что партия Ахжол на протяжении уже нескольких лет занимается благотворительной деятельностью. И что это далеко не последняя акция. Партийцы намерены и дальше дарить добро и радость тем, кто нуждается во внимании. Наш долг остается за нами. И мы должны помогать вот этим маленьким детям, чтобы скрасить как-то их досуг. Не только мы материально будем помогать, мы будем и создавать какие-то условия для именно отдыха. А вот что это? Это вот кинотеатр, посещение в кинотеатр, посещение в какие-то аттракционные залы, парки отдыха, в частности, семейный парк отдыха, социальный парк. И многое-многое другое. На этом подарки от партии Ахжол не стали заканчиваться. Партийцы отправили необходимую мебель областной специальной школе-интернат для детей с нарушением зрения. Демократическая партия Ахжол на протяжении уже нескольких лет оказывает нам спонсорскую поддержку. В этом году нам подарили новую и современную мебель, которая будет служить для дальнейшего обучения наших детей. Хочу выразить огромную благодарность Ахжол от имени всего коллектива и учащихся в школе. Дана Киримбаева, Ибула Джагапар, Марлина Искалиев, Александр Грабриев, телеканал ТДК-42. Дорогие телезрители, это были все новости к этому часу. Смотрите нас в социальных сетях и на сайте телеканала tdk42.kz. Спасибо за внимание и до встречи в следующих выпусках. Выгодные покупки. Уютный дом с салоном Штор Интерьер. Новое поступление квартирных тканей. Кроме того, дарит скидки только сейчас на определенный товар от 10 до 50%. Действует Каспират и Каспирасрочка. Спешите воспользоваться шансом и нашими услугами. Дизайн окон и пошив штор. Бесплатный замер и выезд дизайнера на дом. Также салон Штор Интерьер приглашает к сотрудничеству дизайнеров Штор и Интерьеров на выгодных условиях. Наш адрес. Угол Тифулина, угол Мухита. Телефон. 50 75 64 8 747 590 33 47. Одежда ведущим предоставлена магазином Купер. Бутики мужской одежды Купер расположены в торгово-развлекательном комплексе Сити-Центр на третьем этаже и в торгово-развлекательном центре Азиамол на первом этаже. Тенга Ки-Зет. Оформим микрокредит до 170 тысяч тенге наличными до 25 дней за 170 тенге в день. По адресу. Улица Курмангазы 167, улица Курмангазы 80, микрорайон Северо-Восток 47, торговый дом Астана, поселок Зачиганск, улица Жангерхана 18, дробь 2. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Оформите микрокредит в Коке, Тенго или Хава на сумму от 20 до 170 тысяч тенге и выиграйте кругосветное путешествие. Розыгрыш призов каждую неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова